Добрый день, меня зовут Анастасия Волкова, и я главный методист межвузовской площадки дистанционного образования «Универсариум». Сегодня мы с вами поговорим об основах создания онлайн-курсов. Стоит отметить, что при аудиовизуальном восприятии человеческий мозг усваивает до 65% информации. Именно поэтому наиболее интенсивной формой обучения являются, конечно, видеоматериалы. Основными особенностями видеоматериалов являются наглядность, динамичность, ведь за счет смены кадров усиливается внимание и интерес слушателя, а также иллюзия отсутствия границ во времени и пространстве. Ведь слушатели, когда смотрят видео-лекцию, может перемещаться в разные эпохи и в другие страны, и в разные времена. Поговорим подробнее о методике создания онлайн-курсов. С чего же стоит начать? Конечно, с идеи и формулировки темы. Попробуйте сформулировать эту основную тему, и, возможно, именно она станет названием вашего будущего курса. Далее вам стоит проанализировать целевую аудиторию. Здесь я бы посоветовала провести, может быть, опрос в социальных сетях, поговорить с представителями отрасли или промониторить рынок. Далее необходимо сформулировать основные цели вашего проекта, потому что необходимо иметь абсолютно четкое представление, что ваша целевая аудитория получит на выходе после изучения вашего курса. Далее вы должны заняться детальной проработкой информации. Мы живем в эпоху перенасыщенности информации, поэтому необходимо найти ту уникальную и интересную информацию, которую при этом можно легко подать и которая будет легко усваиваться вашими слушателями. Далее очень важный этап – это создание учебного плана. Без учебного плана никакого процесса обучения быть не может. Учебный план обычно ничем не отличается от обычного расписания занятий в традиционных учебных заведениях. Далее вы выбираете формат предоставления учебного контента. Здесь широкий спектр вариантов – это могут быть тексты, это могут быть видео, аудио, тесты, презентации, скринкасты, инфографика и многое другое. Далее необходимо выбрать место, где вы будете размещать свой курс. Вы можете воспользоваться платформой YouTube, можете выбрать любую открытую онлайн-платформу, где размещают онлайн-курсы или создать сайт под себя и свои нужды. Следующим этапом является разработка дизайна и визуального оформления. Это тоже очень важный этап, потому что все слайды, заставки, музыка и анимации должны быть обязательно во всем курсе однотипными и правильно подобранными. Ну и последний этап, самый, наверное, интересный – это этап производства продакшена и постпродакшена. Когда все ваши подготовительные работы закончены, вы можете приступать к записи уже видео лекций. Теперь поговорим о формате и структуре видео лекций. Опять же, повторюсь, очень важен учебный план, потому что без структурной программы и структурного плана вы не сможете правильно подавать последовательно свою информацию. Курс, если он у вас большой или маленький – это не важно, может быть разделен на разделы или модули. Каждый модуль, в свою очередь, может быть разделен на подчасти или как раз видео лекции. Здесь важно отметить, что любая видео лекция в силу своей специфики отличается от традиционной и по объему не должна превышать 30 минут. Я бы посоветовала по опыту не делать лекции более 5-15 минут, потому что именно этот формат более удобен для усваивания слушателями. Далее очень важный момент – это управление изучением нового материала. Здесь без контроля не может быть учебного процесса. Вы должны наблюдать, насколько хорошо усваивается тот материал, который дается вами. И здесь есть три основных вида контроля. Первый из них – это самостоятельная работа. Основными видами самостоятельной работы являются, во-первых, изучение основной или дополнительной литературы, которую я бы тоже вам посоветовала подготовить заранее и вашим обучающимся предоставить в виде списков. Подготовка к тестированию и контрольным работам – это тоже является самостоятельной работой. Ну и самостоятельное изучение материалов в сети интернет, либо по вашему совету, либо самостоятельная – это тоже самостоятельная работа. Вторым видом контроля является, безусловно, домашнее задание традиционное, которое обязательно должно соответствовать контенту вашего курса. Что касается проверки, здесь существует несколько вариантов. Первый из которых – это автоматическая проверка домашнего задания. Второй вариант – вы можете указать в свою электронную почту и ваши слушатели будут вам на нее присылать свои работы, вы будете их проверять. Но мы используем, и нам кажется, этот вариант самым интересным для слушателей в том числе – это перекрестная проверка. В чем она заключается? То есть слушатель выполняет свое домашнее задание и проверяет еще несколько домашних заданий, которые ему присылают другие слушатели. Таким образом повышается и стимул в обучении, и интерес. Ну и последним способом контроля, самым популярным, самым, наверное, простым является прохождение тестирования. Тестирование может быть промежуточным. Вы можете его делать после каждой видео лекции 2-3 вопроса, после каждого модуля 5-10 вопросов. И обязательно тоже советую делать итоговое тестирование по всему курсу опрос не менее 30 вопросов. Поговорим теперь об инструментарии создания онлайн-курсов. Стоит уделить внимание основным видам видео лекций. Какие они бывают? Во-первых, это документальная или хроникальная видео лекция. Это абсолютно традиционная лекция. Записывается она либо в ВУЗе, либо в любом другом помещении. Может быть у вас дома. Это называется обычно говорящая голова. Записывается это на обычную одну камеру. Это очень простой и малобюджетный вариант. Следующий вариант это студийная видео лекция. Она снимается обычно в специально оборудованной видео студии и используется фон, одна или две камеры. И последний вариант это самый сложный и дорогостоящий постановочная видео лекция. Здесь работает целая команда профессиональных сценаристов, режиссеров, дизайнеров и видеомонтажеров. Трудоемкий процесс, но обычная эффективность таких лекций максимально высока. Вы можете, безусловно, выбрать любой подходящий вариант именно для вас, что вам по бюджету, по интересу и по возможностям. Что касается визуального оформления, здесь тоже стоит подумать заранее об имидже лектора, во что он одет, цвет и фактура его одежды, прическа, аксессуары. Что он делает в кадре? Стоит, сидит, демонстрирует что-либо, может быть пишет. Локация имеет тоже определенное значение. Она может быть абстрактно и снята в студии, например, с белым, черным, серым фоном или с использованием хромакея, на который потом накладывается любая анимация. Либо можно изначально снимать в определенном интерьере, связанном с вашим контентом по смыслу, в кабинете, аудитории, лаборатории, может быть в цеху. Обязательно советую следить за записью звука. То есть, если помещение, в котором вы снимаете, оно оборудовано звукоизоляцией, это, конечно, самый идеальный вариант. Что касается технического инструментария, здесь вы видите сейчас на слайде основные требования к записи видео лекций. Я не буду все их перечислять. Скажу, что важно, чтобы разрешение, качественное разрешение вашего видео было не менее 1920 на 1080 с частотой кадра 24 в секунду. Что касается монтажа, здесь, опять же, обратите, пожалуйста, внимание, это есть на слайде на разрешение видео и на звук. Вы можете использовать в вашем видео или прикладывать как дополнительные материалы, презентационные материалы, которые готовятся заранее. По требованиям их необходимо делать в формате powerpoint. И обратите, пожалуйста, внимание на параметры презентации, которые должны соответствовать стандарту Full HD, вот именно 1920 на 1080. Тогда обязательно нужно выставить размер презентации 58 сантиметров на 20,88 сантиметров. Мы кратко с вами рассмотрели основные моменты в создании онлайн-курсов. Более широкий вариант этой лекции можно посмотреть у нас на универсариуме, там более подробно рассказывается и более детально про виды восприятия, виды удержания внимания и прочее. Ну а мы с вами на сегодня прощаемся, спасибо за внимание, до новых встреч!